Тем временем артисты Карасукского молодежного драматического театра на окраине завершают гастрольный тур, который стартовал в начале апреля в рамках федерального проекта «Культура для школьников». Зрители восьми районов области уже посмотрели спектакли, поставленные при поддержке Министерства культуры региона. Сегодня актеры играли на сцене Качковского дома культуры. Яна Рагуля подробнее. За кулисье. Артисты готовятся к выходу на сцену, перевоплощаются в сказочных персонажей. У Антона Сигутенко главная роль в детском спектакле. Играет маленького Лешего. В театре на окраине Антон работает более 10 лет. Сыграл около 25 ролей. Сегодняшние гастроли крайне насыщенные, но от этого и интересные. Все, что мы хотели, наверное, мы достигаем этими гастролями, потому что это опыт, это общение с другими людьми, потому что мы все-таки находимся в отдаленном участке от столицы нашей, театральной медиа Новосибирска. И очень интересно посещать такие места, куда никто не хочет ехать. А мы как-то уверяемся попасть именно туда, где это искусство востребовано. В программе две постановки. Для маленьких зрителей спектакль «Лешка и звезда», для взрослой аудитории военная драма «Не покидай меня» под наименной пьесе Александра Дударева. Взрослый спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, посвященный героизму наших бабушек, моих, моей бабушки. У меня бабушка была на фронте. То есть, хотелось поговорить на эту тему, чтобы будущие поколения не забывали то, что происходило, что было во время Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой. Гастрольный тур удалось реализовать благодаря участию в федеральном проекте «Театры малых городов». В 2019 году театру было выделено 5 млн 614 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов. Мы за счет средств, выделенных в этом проекте, приобрели транспортные средства, мы приобрели оборудование, свет, звук. Ну и, понятно, постановки осуществлялись за эти деньги. Он очень здорово нас поддерживает, мы очень благодарны тем людям, которые придумали этот проект, во-первых. А во-вторых, которые помогли нам стать участниками проекта. Впереди новые постановки. За один сезон в театре ставят по 2-3 спектакля. В этом году при поддержке губернатора Андрея Травникова и законодательного собрания было увеличено финансирование на развитие государственного молодежного драматического театра на окраине. Яна Рагуля, Артем Медведев. Специально для программы «Новости ОТС». Продолжение следует...